В эфире телеканала ЖТСО Новости. В студии работает Айнор Мирханова. Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. Начале выпуска, коротко о самом главном. Что посеяли, то жнем. Аграриям страны предстоит собрать урожай с почти 23 миллионов гектаров полей. Деньги за автохлам. Более 200 единиц автомобильного утиля только за месяц сдали жители области. Лечь под танк. В прямом смысле этого слова. Бойцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады проверили себя на прочность. Президент Касмжумар Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана 1 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Куали. Обращение к гражданам республики состоится на совместном заседании обоих палат парламента. В ходе выступления лидер государства озвучит основные цели посткризисного развития страны. Значительная часть программного документа будет посвящена экономическим и социальным вопросам. Напомним, первое послание Касмжумар Токаева было озвучено 2 сентября 2019 года. Более 22 миллионов гектаров земли засеяно в этом году аграриями Казахстана. Львиная доля площадей, а это свыше 15 миллионов гектаров, составляют зерновые культуры. Об этом во время онлайн-совещания правительства рассказал министр сельского хозяйства республики. В нынешнем году в Казахстане планируется собрать 18 миллионов тонн зерна. Данный объем позволит полностью обеспечить внутренний рынок, а также положительно скажется на экспортном потенциале, отметил премьер-министр страны. Аскар Мамин подчеркнул, что значительная ресурсная база и географически выгодное положение между крупнейшими рынками сбыта будут содействовать развитию отечественного агропромышленного комплекса. Принимаемые меры способствуют становлению Казахстана как мирового продуктового хаба. Глава Кабмина поручил Министерству сельского хозяйства и Акимам областей принять все меры, необходимые по качественному и своевременному проведению уборки урожая. Погода в основных зерносеющих регионах в середине лета была засушливой, а сейчас неустойчивая. Важно не только успеть убрать урожай, но и выполнить работу с минимальными потерями. Министерству энергетики совместно с Министерством сельского хозяйства надо держать на постоянном контроле вопрос обеспечения сельхозпроизводителей ГСМ. Наряду со сбором урожая важно контролировать надлежащие условия хранения. Также на заседании правительства рассмотрела прогнозы социально-экономического развития РК на 2021-2025 годы. По предположениям, среднегодовой темп роста ВВП на прогнозируемый период составит 4%. Помимо этого, большое внимание уделено теме социального сектора. Так, в 2021 году на социальную сферу запланировано 7 трлн тенге. На ежегодную индексацию и увеличение контингента получателя пенсии и пособий дополнительно предусмотрено 265 млрд тенге на следующий год, заявил министр финансов РК Ирулан Жамаубаев. 640 кандидатов подали заявки в Нур-Утан для участия во внутрипартийном праймеризе. Треть всех участников – женщины, в том числе и многодетной матери. Такую статистику привела Гульнар Тойлыбаева, заместитель председателя областного филиала партии. По ее словам, большую активность в выборах проявили местные жители, а также уроженцы имбикши Казахского района и города Капшагай. В целях разъяснения всех нюансов и правил отбора, ей была проведена онлайн-конференция. Участие в ней приняли около 50 предпринимателей Житсуского края. В ходе виртуальной встречи отметили, что претендентом может стать любой гражданин страны, разделяющий ценности партии. Победители впоследствии будут зачислены в список кадрового резерва партии. Кандидаты, которые зарегистрировались, пройдут несколько этапов. У нас с 1 октября по 3 октября будут голосовать члены партии именно на тех кандидатов, которые заявили о себе, которые хотят участвовать в решении проблем нашего региона, которые активно хотят участвовать в общественно-политической жизни. За этих кандидатов будут у нас голосовать наши члены партии с 1 октября по 3 октября. Тысячи автомобилей утилизировали в Казахстане с 2016 года. Именно тогда стартовала эта масштабная программа. Однако, вопреки ожиданиям, откровенного утиля на дорогах меньше не стало. Больше половины автомобилей, передвигающихся в стране, старше 15 лет, что существенно влияет на безопасность дорожного движения. Вот уже более десятка лет, как старый «Жигули» доживал свой век в гараже, занимая наибольшую площадь, понимая, что авто больше уже никогда не поедет, Аслан Шалимбетов решил избавиться от него с выгодой. Для этого он воспользовался программой утилизации автомобилей. Много времени процесс оформления не занял. Буквально через 15 минут взамен груды металлолома на счет поступили вполне приличные деньги. Вот машина стояла в гараже несколько лет, ну лет может 15-20, вот так. Ну она сгнила все. А на металлолом ее ввести тоже там копейки платят. А здесь хоть 200 тысяч, вот сегодня сдали. Это хорошо. Только в этом месяце в пункт утилизации сдали порядка 200 автомобилей. Но эта цифра ничтожно мала с возможностями предприятия. Эти остовы машин уже готовы пойти под пресс. Перед этим они проходят габаритную разборку. К примеру, с грузовых машин снимают рамы, а автобусы пилят пополам. Для сдачи автомобиля на утилизацию требуется самый минимальный пакет документов. Во-первых, это справка с автоцона о том, что транспортное средство снято с учета. Второе, это справка с банка второго уровня о наличии у автовладельца счета. И оригинал удостоверения личности. При сдаче грузовых автомобилей, грузопассажирских или автобусов также программа утилизации предусматривает выдачу специальных скидочных сертификатов на получение скидки при приобретении нового автомобиля казахстанской сборки. Среди сданных авто попадаются и раритетные модели, из которых в будущем на территории предприятия возможно появится мини-музей под открытым небом. Если говорить в целом, то весь этот автометаллолом из пунктов приема, которые есть в каждом областном центре страны, отправляется в Караганду, где после доменной печи идет на изготовление новых изделий. Программа утилизации предусматривает постепенное изъятие отслуживших свой век автомобилей для улучшения экологии и снижения аварийности. Антон Хатиновский, Кайрат Кастурганов, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Обкатку танкам успешно отработали новобранцы казахстанских вооруженных сил. В ходе сдачи норматива молодым бойцам пришлось буквально лечь под танки. Упражнение является одним из завершающих этапов интенсивного курса общевойсковой подготовки и учит защитников Родины преодолевать страх и выполнять боевые приказы в любых условиях. Подробнее расскажет наш корреспондент. Обкатка танкам призвана закалить новобранцев, сформировать их психологическую устойчивость, а также научить приемам борьбы с танками в ближнем бою. Суть норматива простая, но отнюдь нелегкая. Задача заключается в том, чтобы лечь под танк, пропуская над собой боевую машину весом более 40 тонн. Завершая испытания, молодые бойцы должны бросить в удаляющийся танк ручную гранату, не вылезая из окопа. Упражнение выполняется в полной боевой экипировке, общий вес которой – порядка 35 килограммов. Я лег под танк, кидал гранату в танк, поражал вражескую технику бесстрашно со своими сослуживцами. Я очень горд тем, что я служу в ВДВ, тем, что в 35-й десантно-штурмовой бригаде служу. Я готов встать за родину всей душой, всем телом. Условия упражнения новобранцев были максимально приближены к боевым. Помимо обкатки танкам, ими был освоен ряд других этапов общевойсковой подготовки – стрелковые упражнения, метание гранат и многое другое. Молодое пополнение 35-й десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск прошли обкатку танков в учебном центре. Более 350 молодых бойцов Копчегайского гарнизона прошли обкатку танков и выполняли нормативы по огневой подготовке на учебном центре. Молодые бойцы, прибывшие менее трех недель назад, выполнили начальное упражнение из стрелкового оружия и метание ручных гранат. Пропуская над собой более, которое весит более 40 тонн, танк. Упражнение позволяет испытывать характер на мужество и обучить методам борьбы с танком в ближнем бою. Психологическая закалка военнослужащих является важной частью общевойсковой подготовки. Молодые бойцы сумели на деле доказать стремление защищать родину и свое соответствие для выполнения поставленных задач. Рустам Аралбаев, Степан Мережко, телеканал «ЖИЦУ» при содействии пресс-службы Акима города Копчегай. Полицейские имбикши Казахского района в течение двух суток раскрыли дело о таинственном исчезновении молодой девушки. Ее труп обнаружили в поле. Чуть позже был задержан неподозреваемый в совершении убийства. Рассказывает Антон Хатиновский. Это преступление было совершено в селе Орнек, где без вести пропала 21-летняя девушка. Ее полуобгоревший труп с признаками насильственной смерти обнаружили в поле. Вскоре оперативники задержали и подозреваемого. Задержан 28-летний житель указанного села. Установлено, что подозреваемый безработный ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж. В настоящее время задержанный во дворе он в изолятор временного содержания. Дан факт зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования и расследуется по факту убийства согласно статье 99, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Мотив своего преступления задержанный пояснить не смог. 20 августа он беспричинно напал на девушку, после чего задушил ее и, чтобы избавиться от следов, поджег тело. У меня и стул был такой, что уже смысла не было не отпускать ничего либо делать. Я так получилось, что как упал на нее, так и лежал сверху. В данное время полицейские продолжают следственные мероприятия с тем, чтобы установить все детали происшедшей трагедии. Антон Хатиновский при содействии Пресс-службы Департамента полиции Алматинской области. Браконьеры, истребившие 212 сайгаков, задержаны в Каргадинской области. Ими оказались шестеро жителей Казалардинской области. Задержать злоумышленников удалось в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий, а также при вертолетном патрулировании ареала обитания сайгаков. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статьям 337 и 339 Уголовного кодекса РК. В настоящее время подозреваемые арестованы. Вещественные доказательства – оружие, автомашины и дереват и животных – изяты. Проводится расследование, сообщили в Департаменте полиции Карагандинской области. Казахстанских педагогов не будут тестировать на COVID-19. В Минздраве считают, что ответственность за свое здоровье учителя несут самостоятельно. И разовая проверка перед началом учебного года никак не повлияет на ситуацию. Обследовать на наличие первичных симптомов опасной болезни учителей будут штатные медсестры. Перед входом в школу у всех без исключения проверят температуру, заявляют в ведомстве. В Атравской области откроются реабилитационные центры для переболевших коронавирусной инфекцией. В центре будут оказывать такие услуги, как физиотерапия, массаж, дыхательная гимнастика. В настоящее время в спортивные залы для физкультурно-оздоровительных занятий завозится специальное оборудование, необходимое для лечебного процесса. Длительность реабилитации будет составлять от 7 до 14 дней. На сегодня только в Атерау около 5000 пациентов нуждаются в реабилитационном лечении. Сюрприз удался. Сегодня в Талдыкургане еще на одну семью без крова стало меньше. Для многодетной матери вот уже пятый год скитающейся по съемным квартирам подарок, сделанный фондом Харикет, стал большой неожиданностью. Наши корреспонденты не могли пропустить такое событие в жизни Райхан Момбековой, так как именно они год назад поспособствовали началу всего этого процесса. Ровно год назад на телеканале ЖТСУ был репортаж про многодетную мать Райхан Момбекову, которая нуждалась в собственном жилье и социальной помощи. С тех пор, как утверждает женщина, на время от времени получала социальную помощь от неравнодушных людей. Волонтеры же центра «Лидер КИЗ» обеспечивали ее продуктовой корзиной ежемесячно. Сегодняшний день с утра был для нее обычным. Женщина и не подозревала, что, несмотря на пасмурную погоду, в ее памяти он запечатлится как один из самых ярких. Повод для праздника – жилье в подарок. Чтобы в столь важный момент ее семья была вместе с ней, организаторы сюрприза, представители фонда Харикет, привезли и детей Райхан к ней на работу. Великолепный фонда Харикет, привезли и детей Райхан к ней на работу. Как меня начал показывать телеканал ЖТСУ, я стала получать огромную помощь отовсюду. Более того, волонтеры меня до сих пор обеспечивают продуктами. Но такого сюрприза, который мне устроил фонд Харикет, честно, я не ожидала. Огромное спасибо и фонду, и телеканалу, и всем неравнодушным людям, благодаря которым я приобрела крышу над головой. Семьяра Райхан Момбекова не единственная, кому в этом году улыбнулась фортуна. При содействии добрых и отзывчивых людей, благодаря фонду Харикет, только по Алматинской области крышу над головой приобрели уже более десятка нуждающихся. За эти три года в Алматинской области было выделено 18 домов для нуждающих семей. Мы ездим туда, снимаем видео, отправляем в Алмату головной офис, и там нам определяют, какую семью в этот раз радовать домом. Как оказалось, жилье выдается не по очереди и не всем подряд. Только после тщательного изучения социального положения претендента, специально созданная комиссия из числа учредителей фонда и общественности принимает решение, кому помочь. В первую очередь, по словам волонтеров, при выборе кандидата в новоселы предпочтение отдается детям-сиротам, достигшим совершеннолетия, одиноким многодетным матерям и инвалидам. К слову, за весь период существования фонда Харикет по всей стране обладателями собственной крыши над головой стали 275 нуждающихся семей. И их может стать больше, ведь принцип фонда «Жилье за тысячу тенге» подразумевает помощь каждого неравнодушного. В Талдыкургане открылся 17-й региональный офис масштабного молодежного движения Лига волонтеров Казахстана. Общественный фонд отечественных добровольцев включает в себя более 4 тысяч юношей и девушек страны, чья деятельность связана с волонтерством. В Алматинской области фонд объединил порядка 600 человек. Современные тимуровцы активно помогают уязвимым слоям населения, многодетным, неполным и малообеспеченным семьям, а также инвалидам. В планах у молодых людей реализация новых проектов, направленных на оказание помощи нуждающимся гражданам. В целях регионального офиса привлечь в свои ряды как можно больше активистов. Напомним, в Казахстане в год волонтера действует порядка 200 волонтерских организаций, в рядах которых трудится более 50 тысяч добровольцев. Сегодня открылся наш долгожданный офис Лиги волонтеров Казахстана в Талдыкургане, то есть в Алматинской области. У нас вовсе работают уже 10 человек и по универам уже подключаются волонтеры, около 60. Мы будем регистрировать каждого участника, у нас создается официальный сайт специально, где мы будем регистрировать волонтеров. Жизнь российского политика Алексея Навального находится вне опасности, но проведенные анализы подтвердили следы отравления в организме. О каком отравляющем веществе идет речь, пока не установлено. Об этом сообщают в берлинской больнице Шарите. Ранее официальный представитель Кабмина Германии Штефен Зайберт потребовал проведения прозрачного расследования. По сообщению врачей, Навальный находится в искусственной коме. Состояние его здоровья оценивается как тяжелое. Напомним, 20 августа оппозиционному деятелю стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске местные врачи поставили диагноз нарушения углеводного баланса. Проведенные ими анализы не выявили в организме Навального наличие ядов. Сторонники оппозиционного деятеля утверждают, что он выпил отравленный чай в аэропорту. В Белоруссии задержаны лидеры стачечных комитетов крупнейших предприятий страны. У проходной Минского тракторного завода сотрудники ОМОНа задержали Сергея Дылевского, приехавшего поговорить с басующими рабочими. Вместе с ним милиция увезла Ольгу Ковалькову, представительницу штаба Светланы Тихановской. Дылевский и Ковалькова входят в состав Координационного совета оппозиции. Также в Солигорске задержан сопредседатель стачечного комитета Беларуськаля Анатолий Бокун. А в Минске глава стачкома Александр Лавринович. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко призвал уволить стачечников и потребовал закрыть постующие предприятия. А в отношении Координационного совета идет уголовное расследование. Акции протеста в Беларуси не прекращаются две недели. В воскресенье в центре Минска, несмотря на предупреждения МВД и Минобороны, собрались несколько сотен тысяч человек, требовавших отставки Александра Лукашенко. В Польше девять человек погибли в результате столкновения минивэна с международним автобусом. Все они были пассажирами минивэна. Еще семь пассажиров автобуса получили ранения. Трагедия произошла на национальной трассе 88 в районе города Глевицы в Селецком воеводстве. По информации местных СМИ, минивэн перевернулся и вылетел на полосу встречного движения, после чего автобус врезался в его крышу. Удар был таким сильным, что транспорт был полностью раздавлен, все находившиеся в нем люди погибли. Пострадавшие пассажиры и водитель автобуса были доставлены в больницу на вертолете. По предварительным данным, виновник ДТП не справился с управлением из-за опасного поведения легкового автомобиля. Водитель последнего хуже задержан полицией. Семереченские спортсмены по рукопашному бою с послаблением карантинных мер тренироваться стали на улице. Уже этой осенью бойцы в составе юношеской сборной Алматинской области планируют выиграть чемпионат Казахстана в общекомандном зачете. В 12 лет Рустем Сакенов посвятил себя смешанным недоморством. Сейчас юноше 15. Всего за три года боец ММА смог стать трижды чемпионом области и завоевать чемпионский поезд страны. В этом году боец поставил перед собой цель – повторить и даже превзойти прежний результат. На последних стартах я весил 45 килограммов. Сейчас уже 53. В этой весовой категории мой главный соперник – Аслан Искендиров. В прошлом году он стал чемпионом мира благодаря борьбе в партере. Думаю, мне удастся выиграть бои за выход в полуфинал и в финал. С ним я обязательно встречусь. Еще не было таких соревнований, с которых жатусусские бойцы возвращались бы без призовых мест. Это говорит о высоком интересе к данному виду спорта и качественном тренерском штабе. По словам старшего тренера среди молодежи Ермуса Мусеркенова, работа по взращиванию новых чемпионов продолжится. Важно сейчас основательно подготовиться к чемпионату страны. У меня 25 учеников. Они выступают в девяти весовых категориях. К каждому индивидуальный подход. Во время карантина тренировались, как и все, в онлайн-режиме. Теперь занимаемся здесь, возле парка Жастар. В прошлом году мои воспитанники завоевали 20 медалей разных достоинств. Мы планируем превзойти этот результат. Чемпионат Республики Казахстан по рукопашному бою пройдет в Нур-Султане осенью. Если семереченцы успешно выступят на первенстве страны, то смогут завоевать путевку на чемпионат Азии. Это были все события на сегодня. А я с вами прощаюсь. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин